Защитить население города от проблем с питьевой водой. Вот главная задача дамбы на реке Витим. С каждым годом состояние сооружения ухудшается. На ремонт насыпи были выделены средства, но работы так и не начались. Почему, расскажет Евгений Шоев. Одна дамба на защите целого города. Это гидротехническое сооружение охраняет единственный водозабор в Бадайбо. История насыпи началась еще 25 лет назад. С тех пор верой и правдой служила она горожанам. За этот почтенный срок воды Витима серьезно потрепали дамбу. Весной было решено ее подлечить. Отсыпать заново и удлинить. Объявили тендер, нашли подрядчика. Им стала компания из Астраханской области. Даже договор с администрацией заключить успели, но, как выяснилось, строители сделали это поспешно. Они выиграли его, что аукцион, но выполнить не смогли. Они расторгли. На сегодняшний момент аукцион объявлен. 16 сентября, 7 октября будут подведены итоги. Если подрядные организации появятся, то, конечно, эти работы будут выполняться. Просто на сегодняшний момент, как бы еще одна из причин, местный бюджет несбалансирован и средства на проведение данных работ в полном объеме отсутствуют. Хотя эти средства были. Капитальный ремонт оценен более чем в 31 миллион рублей. Администрации города были выделены субсидии из федерального и областного бюджетов. Нехватающую сумму должен был добавить муниципалитет. Но сейчас деньги города ушли на другие нужды. А вопросом ремонта занимается не администрация, а прокуратура. Под пристальным вниманием наших бодайбинских коллег. Проверка прокуратуры города показала, что при наличии возможности привлечения средств федерального и областного бюджетов администрации бодайбинского городского поселения, проведение капитального ремонта дамбы в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций не обеспечено. Выделенные средства областного и федерального бюджета не освоены. А местного бюджета перераспределены и израсходованы на иные цели. Удастся ли найти подрядчика и оплатить его работу, станет известно уже скоро. Но ветхая защитная дамба в Бодайбоне единственная проблема. Весной вода из-под крана в городе окрасилась в желтый цвет. Тогда это связали с обмирением Витима. Чем же грозит прорыв защитной дамбы, предсказать сложно. Даже по самым скромным подсчетам ущерб может составить более 100 миллионов рублей. Евгений Шоев, Новости по будням.